Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остается напряженной и находится под контролем органов государственной власти, органов местного самоуправления. На 17 декабря 2020 года по данным управления Роспотребнадзора по Республике выявлено 203 новых случая коронавирусной инфекции. При этом на столицу Республики приходится меньше 100 случаев, 94. Необходимо обратить внимание на повышенный уровень случаев в Алданском, Мегинокангаласском и Нюрнгринских районах. Также я хочу обратить внимание на то, что несмотря на снижение количества случаев в рядах наших районов центральной группы, западной группы, районов сегодня необходимо особое внимание уделить на два района, на Кобяйский район, в котором достаточно долго сохранялась стабильная ситуация, но сегодня на фоне семейных контактов, которые произошли, зафиксировано на 7 случаев. И также под особым вниманием у нас находится Нижний Колымский УЛУС, который сегодня мы на особом контроле держим, как с точки зрения укомплектования дополнительного медицинскими кадрами. Туда будет выезжать соответствующий специалист Министерства здравоохранения для того, чтобы ситуацию разобрать на месте. За сутки лабораториями республики проведено 3 220 исследований на новую коронавирусную инфекцию. С учетом новой открытой лаборатории в городе Якутске в поликлинике 1-й, на настоящий момент вместе с федеральными лабораториями на территории республики работают 15 лабораторий. Все северные районы обеспечены тестами ИФА и ИХА для того, чтобы уменьшить и количество, и срок прохождения анализов при выявлении непосредственно признаков, которые характерны как для вирусных заболеваний, так и, соответственно, они могут быть характерны и для коронавирусной инфекции. Сегодня необходимо обратить внимание, что в республику поступило дополнительно 800 доз вакцины против коронавируса. И, соответственно, мы продолжаем работу по вакцинации медицинских работников уже непосредственно и с учетом тех районов, в которых у нас наиболее большое количество выявленных зараженных и где в большей степени врачи находятся в зоне риска. Это Мирнинский, Нерюнгринский, Алданский, Мегино-Кангаласский районы и Ленский район. Вакцинация после врачей по вакцинированию по списку пройдут также работники учреждения социальные и, соответственно, те, кто контактирует по списку определенному Министерству здравоохранения Российской Федерации. Спасибо большое.